Всем привет! На связи Денис Шаповалов, консультант по детско-родительским и семейным отношениям. И сегодня хотелось бы поговорить о той ситуации, когда родитель пытается ребенка подкупить. Выглядит это зачастую безобидно, решает родитель таким образом поступить. Скорее всего, потому что это кажется способом простым и явно действенным. Ну и правда, что тут скрывать, это действует. Но хотелось бы разобраться поподробнее, а что же конкретно происходит. Например, мы просим ребенка прочитать какой-то текст, который ему задали читать в школе. Либо мы просим его выполнить что-то и обещаем ему какое-то вознаграждение материального характера. Это могут быть конфеты, это могут быть деньги, это могут быть какие-то купленные игрушки. И зачастую ребенок в ситуации подкупа соглашается на такую сделку. И переговоры длятся очень короткое время. И родитель может сделать вывод, что это способ действительно простой. Но что же здесь плохого и что же здесь опасного? И какова перспектива таких поступков, таких решений и таких сделок? Вот что должно нас с вами интересовать. Ну, во-первых, когда мы организуем вот такую ситуацию и пытаемся ребенка подкупить, мы нацеливаем ребенка на то, что он получит в результате. А в результате такой сделки ребенок получает то вознаграждение, которое мы ему пообещали. Будет ли ребенок сосредоточен на процессе? Скорее всего, нет. Будет ли ребенок понимать, что тот процесс, в котором он участвует до момента вознаграждения, является каким-то важным, либо каким-то ценным, либо что-то дает лично ему, ребенку? Думаю, что нет. Ребенок будет понимать, что некоторые действия сейчас приведут к тому, что я получу желаемую награду. Есть хороший пример из взрослой жизни. Этот пример – ситуация, когда на свадьбе играет музыкант для молодых, для гостей. Что происходит, когда музыкант, имея классическое образование, имея хороший вкус, который ему прививался в музыкальной школе. Что происходит с ним, когда он вынужден играть какую-то ширпотребную попсу для молодых гостей и для широкой публики. Происходит некая ломка его личных представлений о музыке, происходит некое навязывание, но в конце вечера его ожидает гонорар. И вот ради этого он старается. В результате того, что так происходит с музыкантом, вот это напряжение его определенное, которое возникает, когда он себя, так сказать, пересиливает и перестраивает для того, чтобы играть ширпотреб. И то, что не является его выбором в плане музыки, его личным выбором. Потому что у него хорошо воспитанный вкус, потому что он способен на что-то большее. А он соглашается на меньшее ради той самой звонкой монеты. И вот возникает некое такое напряжение, которое бывает так, что музыкант гасит с помощью либо алкоголя, либо наркотиков. Когда мы у ребенка запускаем механизм подкупа, и мы подкупаем, конечно же, у него не будет такого же напряжения, и он не будет так же его решать, как музыкант из примера. Но мы теряем очень главные и очень важные моменты, о которых я вот немножко уже начал говорить. Ну, например, если нам нужно сделать так, чтобы ребенок почитал, либо что-то выполнил, помогая ему это выполнить, а со временем помогая все меньше, объясняя, насколько это важно и полезно для него самого, делая попытку убедить, делая попытку объяснить, делая какие-то попытки все-таки дать такое разъяснение, которое приведет, ну, хотя бы к частичному выполнению просьбы, мы делаем очень важное дело, которое является такими, знаете, важными монетками в копилку наших детско-родических отношений. Мы развиваем то, что необходимо развивать между нами и детьми, мы развиваем сотрудничество. На уговоры ребенок идет не сразу, иногда нам нужно творчески как-то что-то приспособиться, что-то какую-то, какую-то, возможно, выгоду найти для ребенка, но она в долгосрочной перспективе, она не сразу, она не похожа на подкуп, и это сложнее. И вот потому подкуп, конечно, так привлекателен. Но когда мы используем подкуп, мы в нашу копилку детско-родительских отношений не бросаем ничего. Мы просто решаем ситуативно здесь и сейчас и получаем результат сразу. Но и теряем ту самую осознанность в действиях, которая могла бы быть, могла бы просыпаться, могла бы пробуждаться в ребенке и могла бы развиваться, чтобы он что-то тоже понимал, что это не просто так, что это нужно для чего-то, что это нужно прежде всего для него самого. Объяснения могут быть разные. Ты будешь лучше читать, ты сможешь больше читать, ты сможешь добраться до той информации, которая иногда в большом объеме, и тебе будет легче ее победить. Если это какая-то трудотерапия, то мы можем рассказывать о том, как это важно, и на собственном примере также, что мы тоже трудимся, мы тоже это делаем, и что это важно для нас, что это дисциплина. В общем, мы очень много можем чего рассказать и дать, когда мы, если мы отодвинем в сторону такой прием, как подкуп, если мы перестанем подкупать нашего ребенка вот такими вот простыми историями. Сделай это, получишь конфету, сделай это, я тебе заплачу. И тогда получается, что если мы откажемся от такого подкупа, то мы действительно будем, ну, во-первых, в нашем процессе воспитания будет больше осознанности, а во-вторых, будет, это важно для долгосрочной перспективы, потому что, повторюсь еще раз, что подкуп это результат быстрый, и это в долгосрочной перспективе ничего хорошего там не светит. Вот, поэтому я вам резюме всего того, что я сказал, мое предложение вам, если вы вдруг используете такой способ, или вы, может быть, его когда-нибудь все-таки практиковали, или иногда вы его практикуете, задумайтесь над тем, что я вам сказал, и разводите подкуп и некое, можно так сказать, вознаграждение, которое можно использовать, когда вы ребенка действительно просите о чем-то таком, ну, что для него действительно очень тяжело. Например, такое может быть, что мама пошла по магазинам, ей нужно купить какую-то одежду, ребенка не с кем оставить, она вынужденно его берет с собой, она прекрасно понимает, что даже папа не выдерживает этого, что это процесс такой, ну, так сказать, нудный, что это процесс вынужденный, что это процесс не для ребенка, но ребенок, получается, никуда не денется от того, чтобы в этом не присутствовать, он вынужден присутствовать при этом. Вот здесь вы можете его как-то поблагодарить, и это для него не полезная развивающая среда, ходить с мамой по магазинам, да, но вы видите, что другого варианта нет, поэтому здесь, да, вы можете наградить его за это, и так и сказать, что спасибо, что ты согласился, или, пожалуйста, давай мы сделаем это, но это особый случай, и особые случаи бывают, вот, например, такой случай, если у вас будет какой-то другой, вы можете сравнить с этим и уже как-то соотнести, что да, иногда мы можем так сделать, но чтобы это не было вашей основной стратегией в тех вещах, которые сделать, что называется, надо, да, потому что мой пример, это ситуация, ребенок вынужденно оказался в определенных условиях, да, а часто подкуп используется, когда ребенок что-то должен сделать и что-то сделать нужно, так вот там лучше все-таки обращаться к осознанности и разговаривать, и договариваться, и сотрудничать, это намного важнее и ценнее в ваших детско-родительских отношениях. Надеюсь, видео было вам полезно. До встречи!